Боря, я дам! Боря! Боря! Вот вам добрый, ласковый. Та то Боря. Что тут у тебя? Санька, что тут у тебя? Орешки. Орешки? Да. А сюда их давай. Задний окорок полностью закоптили. Это у нас лопатка, тоже закопченная. Это тоже лопатка. Ребра. Голова свиная, половинка, копченая. И голова свиная с языком, тоже копченая. Друзья, такой вопрос. По поводу наших пьетренов. По поводу наших пьетренов. А именно, подсчет кормов, останавливателей. Еще дальше считаем. Я просто сам не пойму. Ну, у них, да, у них уже, ну, хорошие кабасики такие, особенно вот этот, так вообще. А ну, стань, стань, стань. Вот, вот этот. Этот хороший. Ну, есть тут, вон хороший тоже. Ну, уже за 100 килограмм, за 120. Далеко за 120 килограмм. Поэтому, как бы, наверное, я думаю, давайте в следующем видео уже подсчитаем. Еще покорну какую-то недельку. И уже подсчитаем и остановим все корма. Говорили, как ты будешь подсчитывать. Ну, так я и считаю. То, что давал, их было 10 штук. Почти поделим на 10. И дальше я поставил отметку, когда их стало 7 штук. Разделим на 7 штук. Потому как 3 здесь. Это ремонтные. Я бы отсадил их на ремонт. Высотник. О, задымило, Сань, да? Кажется, ты бы с утра уже взрослый. Задымило, Сань. Вечером купаться приходите. Я натоплю, каже. Лежит на камне водолее. Парит. Сейчас сементику заколоти. Туда полностью опускай удочку свою. Да, вот полностью. Прямо, от сейчас упирается внизу в печке. А ну, сейчас я узнаю. А, как ты знаешь, здесь моя там наложена трава. Ну, по травам будет бить тихо. Ну, я загляну в печку. Вот так мы все сейчас заканчиваем эти два крыла. Которые идут скаты. И начинаем центральную часть. Сейчас догоним. Тут буквально осталось нам пару листов и половинка. Дело не быстрое. Мы установили полностью опоры. Опоры слева и опоры справа. Опоры так и будут в этой части. А здесь будет перегородка у нас. Вот здесь. Тоже являются как опорой. Насчет ОСБ. Погниет, прогнется и так дальше и тому подобное. Не погниет, не прогнется. И дышать с внутренней стороны ОСБ и весь потолок не будет. Он, получается, у меня независимое утепление. Что снизу, что сверху. Оно не будет принимать всю вот эту сырость. Аммиак со средины. Это только ОСБ. Еще будет, грубо говоря, ну, там у меня несколько вариантов. Ну, будет то, что не пропускает воздух. ОСБ дышать не будет с внутренней стороны. Весь конденсат, если там, к примеру, будет. Хотя у меня все окна будут открываться вовнутрь. И три вытяжки. Короба. Короба 63, по-моему, на 63. Три, да. Три вытяжки больших, которые будут с задвижками. То есть, вы вот это видео уже смотрите в субботу. Это видео будет в субботу. А мы уже с Саней, наверное, все это закончили. Ну, то уже потом в следующем видео покажу, что и как. Поэтому, как бы, по сараю не переживайте. Конденсата не будет. Вата не сгниет. ОСБ не провыяснит. И так дальше и тому подобное. За это даже не пишите. То есть, я потом дальше уже решу. Прийму решение, что будет на ОСБ. У меня там пару вариантов. Посмотрю по деньгам. И еще будем ОСБ тоже закрывать. Опоры уже стоят. То есть, зашьем потолок. Делаем перегородку с газоблока, котельню и комнату. И начинаем делать маяки, заливать бетоном. Ну, и потом клетки, отопление и так дальше. То есть, все буду показывать. Показываю чаще сарай. Ну, чаще как показывать? Ну, что есть, я то и показываю. Вот, если мы сделали вот часть эту. Оно еще вата сыпется в газа. Ну, то есть, не так все быстро. И эту вот доделаем. Сейчас закрутим, кофе допьем. И все. И начинаем здесь. Здесь выпиливать то трубы, то вытяжки. Ну, такая мудохня. Ну, потихоньку, потихоньку, не спеша делаем. Все сделаем. Лишь бы было с чего. А то, что сделать, то сделаем. И получается вот так. Ну, то есть, теплый будет потолок. Очень теплый, хороший. То есть, там переживает за сарай. Как будет сарай? Будет замечательно. Даже не переживайте. Все будет хорошо. Вчера, получается, две бочки мы зерноотходов. Вот тот ящик, две 200-литровых бочки. И хотим две 200-литровых в этот ящик. И одну бочку гороха подробили. И потом это все дроблю. То есть, несмотря какому возрасту поросятам мешаю на мешалке, добавляю, если маленькие, или на старте, или на гровере, добавляю нашу белково-витаминную добавку, старт-гровер. И таким образом кормим. Если надумал, вот, мне надо было закоптить. Я отдал 13 гривен килограмм. Вот сколько тут? Килограмм 15, 20. Вот я заплатил по 13 гривен за килограмм за работу копчения. Коптит специалист. И вот это я хочу узнать, прокоптилось ли оно или нет. Сейчас все продегустирую. Посмотрю, прокоптилось, не прокоптилось. И везу на магазин. Поэтому сегодня, кто смотрит ролик, можете ехать в магазин и покупать. Там что-то я себе оставлю какую-то часть. А в основном, все отвезу на магазин. Так что едьте туда покупать. А то вы приезжаете, когда уже или продали, или нет ничего. Ушко. На, будет. Ушко копченое. Так, ну самое главное, задний окос проверить. Да, Сань? Задний привод. Задний привод. Ты не вырежешь. Не убежишься, поликаловый. Сейчас вот так узнаем. Кусок вырежем. Узнаем, прокоптилось или нет. Оно с костью совсем вместе. О! Да. Что? Прокоптилось. Довольно неплохо. Ну, оно копченое, оно же варится перед копчением, а потом каптится. Сейчас покажу поближе. Хорошо дает. Да. Ну, вообще, просто так что-то. Не сильно, да? Не, полностью. Ну, оно же получается вареное, а потом коптится. Вот так. Не, ну не перекапчено. Да, ну, ребрышки, понятно, закоптились хорошо. И это, и голова тоже закоптилось. Хорошо. Ну, эти лопатки, они тонкие, конечно, они закоптились, я думаю. Две лопаточки, ребра закоптились. Ну, будем пробовать, да, Сань? Угу. По чуть-чуть. Давай. Вот такая, друзья, красотища. Будем пробовать с Санькой. Копчености. Чуть-чуть. По чуть-чуть. Ну, мы только пообедали с Санькой. Только-только. И вот это же думаем, будем попробуем. И вам покажем. Такой кусочек. Боря. Тоже хочешь. На. 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 На, где что? Ну, я с Борей. На, да. Ну, шо. Вот такой кусочек копченый. Боря, давай! Ну, хороший. Да? Ну, он же перед тем, как коптить, парить его все долго, поэтому оно не сырое. Оно получается в приправах вареное и прикапченное. Друзья, мне понравилось, я буду еще отдавать, так само коптить. Угу. В будущем можно и половину травы кабана, или всего кабана. Ребра не будем пробовать. Нет, ребра нормальны. Получается, вот так, ребра. Ну, ребра, да, ребра готовы. Ребра супер, да? Да. Да, да и так, нормальный. Ребра бомба, да. По ценовой политике, почем продавать его будем? По... Даже не знаю, по-моему, 150 гривен. 150 гривен копченая мякоть. Ну, что-то тут отрубаем. Ну, галяшки, наверное, отдельно пойдут. Кто-то купит галяшки, они чуть дешевле. Лопатки дороже. А кост тоже обрубаем галяшку, а то будет. Поэтому, ну, вот так получается все. Голова копченая, тоже будет в продаже. Гривен по 70 килограмм. Может, по 60, наверное, по 60. Я что-то подзагнул по 70, по 60. Ну, вот так, друзья. Поэтому, кому надо, езжайте в магазин, кто знает из наших местных, и покупайте. А то вы приезжаете, то нету, то разобрали. Поэтому показываю и говорю, что сегодня вы смотрите, и оно есть в магазине. Там у нас продавец, Елена зовут. Езжайте, покупайте, пробуйте. Не пожалеете. Просили, покажи, Стас, кнопку. Что с кнопкой? Где кнопка? Где пропала кнопка? Нету ее в кадре. Кнопочка. Но пулечка. Вон она. Вон. Самая маленькая со всех этих. Я их уже на норму этих посадил. Они чуть-чуть у меня подхутали. Сейчас на норме из-за этих двух я держу на норме. Из-за этого и вот это. Оставлю на свиноматах. А этих двух, это те, которые были меньше. А кнопка вон, пока. Сейчас мы ей что-то печенье принесем, кнопочку. Подкормим. И будем запускать туда. Мы там убрали ее, забили. Полы поподрывали кое-где. Полы старые. Вот так. Ну вот видите, все вроде бы им хватает, все нормально. Едят вдоволь. Корм у них постоянно насыпанный в дырков вдоволь. Едят немного, я бы не сказал, что много едят. То есть, сильно меня не обременяет вообще. Убираем раз в два в три дня у них. Выпускаем, а так побегает. Вот у них туда почистим. Но сейчас яма быстрее у них набирается. Я опилки сыплю и яму почистим тоже. Вот так поднимаю яму. Вот видите, там вода. Опилки сыплю, они опилки туда стягивают. И получается вот так. Давай на выход, давай. Бежит от твоих. И они все опилки туда. Вода становится такой густой. И легко выбирать лопатой и грузить в тачку. Писали, Боря, спокойный, поражайтесь его спокойствию. Боря, спокойный он поросят не трогает. Но кота до сих пор не можем выпустить из дому. Ходит в лоток, в туалет, в доме. Не может выйти на двор. Даже боится до окна подойти кот. Я распробовал их подружить, типа там с Борей. Думал, подружу, так Боря у меня чуть с руками мурчика не выхватил. И после того мурчик даже на окно боится в окно выглядывать. Получается, записи я так и веду все. Уже дошли до самого низу. Вот я отсоединил их. Осталось 7 штук. Вот линия. И продолжаю кормить дальше. То есть, вот эту часть поделим на 7. А вот эту всю на 10. Да, Боря? Да. Так, Боря, что тебе делать? На. Отдай. На. Отдай. 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 Боря. На, все. Молодец. Хороший парень. На. Ну, все. Пойдем дальше. Машке задим. Машке идем с виноваткой. Машуля. Праздники сегодня. На. Такое, друзья, бывает, но редко. Это я собрал за последнее время. Поросными, а так даю. А тем, кто на, кто на откорме, не даю. Ну, они не едят, кто на откорме. Это кто на норме, те едят. Так же спрашивали, кого пустил на мясо. Вот здесь упал один на ноги, и его пустили. Самая маленькая была. Это две у меня. Тут третью на мясо пустили. А две я продал, подросших уже. Рыжулечка, на. Солнечко ты наш. Этим тоже зададим. На. Клубнушка. На. Зараза. Киевская зараза. На. Ну, на, даю. Каштанчик. На, каштанчик. Это производитель. Ему надо повкуснее. Все-таки от него поросята хорошие. Я, если это сейчас покрыты чистым дюрком у меня, искусственно. Эта дюрчика покрыта искусственно, и эта дюрчика дюрком. А дальше я потом их буду покрывать пьетреном, кантером. Чтобы были у меня кантеры. Потому что себе оставлю кантеров. Ну и там часть продам. Потом. Каштан, ты еще что-то и не съел. Ну, а это чуть-чуть машки дадим. После прогулочки все дома. Дома. Продолжение следует...